Всем привет, дорогие друзья! Вас приветствует компания Руфер, меня зовут Рыбаков Павел. Сегодня тема нашего видеоролика посвящена устройству мансардной крыши. Сегодня третья серия моего небольшого сериала. Сегодня я хочу проговорить про утеплители, в частности про утеплитель минеральная вата. Мы сегодня будем касаться только этого вида утеплителя. Сейчас я нахожусь на мансардной крыше, на котором как раз этот утеплитель мы применяем. Лучше всего, конечно, про какие-то строительные материалы рассказывать непосредственно на объекте. Поэтому, пользуясь случаем, вам покажу кое-какие детали, как правильно использовать этот вид утеплителя на мансардной крыше. И, в принципе, в целом расскажу про плюсы и минусы этого вида утеплителя. Итак, минеральная вата. Раньше этот утеплитель назывался стекловолокно, сегодня его называют минеральная вата, потому что у людей отношение к названию стекловата не очень хорошее. Раньше, когда применялся этот утеплитель, люди обычно после него чесались. Поэтому производители, когда начали делать современную стекловату, чтобы не отпугивать людей названием стекловата, они начали его по-другому называть. Теперь этот утеплитель они называют минеральной ватой. Есть различные производители, которые производят этот утеплитель. Есть УРСА, в данном случае вот этот утеплитель УРСА ПУРВАН, который мне очень сильно нравится. Кстати, в предыдущем ролике, в котором я показывал, как мы делаем утепление мансардной крыши, именно вот этим утеплителем мы делали утепление. И вы часто спрашивали, как называется этот утеплитель. Это УРСА ПУРВАН. Также есть производители ЗОВЕР. И еще из крупных производителей есть КНАУ. В принципе, они все похожи по характеристикам. Мое предпочтение уходит к этому производителю. Но это мое такое субъективное мнение. Потому что, когда мы используем этот утеплитель, по ощущениям немного меньше пыли. Вот по удобству работы примерно они все похожи. Но вот по пыльности вот этот утеплитель мне нравится больше всего. Поэтому, когда мы разговариваем про утепление крыши, я рекомендую именно своим заказчикам потенциальным именно вот этот вид утеплитель. Значит, вот это у нас стекловолокно. Плита, это вот обрезанный кусок. Плита, она имеет размер конкретно этого утеплителя 60 см ширина, 1,25 м длина и 3 вида толщины у него есть. То есть, есть 5 см, есть 10 см, есть 15 см. У КНАФа, я знаю, есть утеплитель 1 плита 20 см шириной. То есть, если так в целом сказать, значит, этот вид утеплителя может быть 4 вида толщины. 5, 10, 15, 20 см. Кому как удобно. Здесь вот у нас стропильная система идет 20 см, поэтому мы берем просто 2 десятки и с перехлёстом стыков делаем утепление 20 см. И дальше вы видите, здесь вот у меня идет брусок 50 на 50 сухой строганной, шагом 59 см. Мы его нашиваем перпендикулярно стропилам и вставляем еще один слой. В общей сложности у нас вот на этой конкретной крыше 25 см. Итак, вернемся к нашему утеплителю. Какие плюсы есть у этого утеплителя? Первое, это доступность. То есть, этот вид утеплителя, минеральную вату, можно купить практически на любом рынке, в любом гипермаркете, приехал. То есть, он есть там различных производителей. Где-то КНАФ продается, где-то УРСА, где-то ИЗОВЕР. То есть, ну, в целом, да, мы можем в любой магазин приехать, купить его, привезти к себе на объект. Хватило там, не хватило нам вдруг одной пачки, да, мы поехали его купить. Второй момент, он упакован в специальные такие упаковки, которые его сжимают. Называются термоупаковки, которые ему сжимают. Потому что у этого утеплителя повышенная компрессия, видите, я его вот так вот сжимаю, и он восстанавливает очень быстро свою форму. То есть, он, вот он должен быть 10 см, да, он 10 см и есть. Вот я его умнул, вот, 10 см и есть у него. Поэтому производителям удобно очень упаковывать ее в специальную упаковку, чтобы сжать, и при логистике его можно привезти даже на небольшом машине. Конкретно у нас здесь утеплитель, тут крыша в районе 60 квадратных метров. Сюда мы привозили где-то 15 кубов. То есть, мы его привезли на небольшом УАЗике, все это вместилось. Помимо утеплителя, нам еще вместились бруски, вместились пленки. То есть, по логистике, конечно, очень удобно его привозить. Третий плюс этого утеплителя, это то, что он имеет класс горючести НГ, то есть, он не горит. Вот, соответственно, наша конструкция, она получается пожаробезопасной. Вот, есть другие виды утеплителя, как, например, экструдированный пенополистирол. Мы знаем, что у него горючести Г-4, все помнят, например, хромую лошадь, когда система кровли была не совсем правильно сделана, когда были нарушены требования пожарной безопасности, произошел пожар, и этот вид утеплителя очень быстро разгорялся и выделял очень едкий дым. С этим утеплителем, конечно, такого не будет, вот, потому что класс горючести НГ. Четвертый момент – это монтаж. В принципе, монтировать крышу этим утеплителем не так сложно. Конечно, есть нюансы, но в целом монтаж этого утеплителя не такой сложный. Про нюансы я вам расскажу дальше. Если мы говорим про минусы этого утеплителя, то, на мой взгляд, у него есть два таких основных минуса. Первый минус – это то, что производитель любит говорить, что этот утеплитель не боится воды. На самом деле он боится воды, если мы реально этот утеплитель будем использовать на улице. Например, утепление крыши снаружи или утепление фасада снаружи, и вдруг пойдет дождик, то, понятное дело, что он намокнет, этот утеплитель. Соответственно, его нужно было очень быстро закрывать какими-то пленками или брезентами. Если этого не сделают, когда он намокнет, то в закрытом состоянии непонятно, как он будет сохнуть. Поэтому то, что говорят производители, что этот утеплитель не боится воды – это полная ерунда. Конечно, не все производители такое говорят, но я сам лично был на различных семинарах, где менеджеры показывали опыты, наливали на плиту воды и показывали, вот видите, вода-то не впитывается. Но в реальных условиях, когда пойдет сильный дождь, конечно, это полная ерунда. Второй недостаток, который есть у этого утеплителя, назовем его «недостаток» в кавычках, про него очень много любят сейчас рассказывать различные блогеры, которые строят, занимаются, вернее, строительством домов. Это то, что в реальных условиях в утеплителе будет точка росы, никакая пароэзоляционная пленка не спасет. Соответственно, точка росы будет делать так, что пар, который будет в утеплителе, он будет конденсировать, и на 100% он будет терять свои свойства. На самом деле, что я могу сказать? Когда я учился в униституте пассивного дома, а пассивный дом – это очень энергоэффективный дом, я как раз задавался вот этими вопросами, какой утеплитель лучше, какой утеплитель хуже. Преподаватели всегда говорили, что нет хорошего или плохого строительного материала. Важно, как ты этот строительный материал будешь использовать. Если мы берем минеральную вату, делаем качественную пароэзоляционную пленку, то эта система кровли будет работать. И в принципе, пассивный дом в своих проектах использует такой утеплитель не только в России, но и в Германии, в Америке, в других передовых странах. Когда делается вообще теплорасчет каких-то конструкций, то человек, инженер, да, он смотрит на характеристики утеплителя. Конкретно вот утеплитель Урса Пурван, у него есть характеристика. Теплопроводность этого материала, она обозначается в лямбде. Лямбда конкретно этого утеплителя 0.0.34. Где берут эти характеристики? Эти характеристики берут в специальных лабораториях. Там есть камеры, где каждый строительный материал, он используется. Соответственно, после того, как провели испытание вот конкретно над этим утеплителем, ему присвоили значение, да, лямбда 0.0.34. В реальных условиях инженеры также провели эксперименты и увидели, что этот утеплитель немного холоднее, примерно процентов на 20. То есть, если мы к лямбде 0.0.34 присвоим, вернее, прибавим 20%, то у него лямбда будет 0.0.41. В целом, да, для пассивного дома это большие значения, потому что там люди борются за каждый киловатт. А если мы берем, говорим о строительстве в целом, которого в России, да, не очень энергоэффективных домов, вот, при условии того, что у нас здесь толщина утеплителя 25 сантиметров, это далеко не энергоэффективный дом, вот. Но это, в принципе, по ГОСТам все это у нас даже с запасами здесь сделано, вот. Для нас это незначительно 0.0.41 или 0.0.34. Поэтому, если мы, соответственно, правильно, качественно делаем пароизоляционную пленку, которая везде проклеена, все стыки проклеены, примыкание к стенам проклеено, все это, если это качественно сделано, если наша пароизоляционная пленка, она пара и воздухонепроницаемая, то такая конструкция с минеральной ватой будет работать качественно. Есть еще один минус, там это про мышей любят рассказывать, но, опять же, есть определенные мероприятия, которые там можно сделать, да, сделать так, чтобы мышей в конструкции крыши или в полах не было. Поэтому этот утеплитель рабочий, и именно этот минус я назвал в кавычках. Понятное дело, что он немного хуже, но в целом для нас это совершенно незначительно. Если в целом посмотреть на то, как правильно утеплять крышу именно вот с этим утеплителем, то, как я уже говорил, здесь у нас тропила 20 сантиметров, мы полностью заполняем их каким-то утеплителем, в данном случае это у нас УРСАПОРВАН, здесь две сотки, две толщины по 10 сантиметров, соответственно, в общей сложности это 20. И также я еще рекомендую сделать поперек вот так вот брусок, с шагом 59 сантиметров, потому что плита у нас 60, и положить еще пятерку. 25 сантиметров у нас сейчас в общей сложности на этой крыше. Качество утепления вы видите. Мы всегда обязательно прокладываем вот такую вот нитку, потому что утеплитель, в принципе, он плотно заходит, вот, но все равно он имеет какой-то определенный вес, и когда мы сделаем пароизоляционную пленку, чтобы этот утеплитель не довел на пароизоляцию, дальше уже человек, ну, домовладелец будет делать какую-то отделку, и отделочники уже будут делать поддерживающую обрешетку с определенным шагом, в зависимости от того, какая будет отделка, и, соответственно, эта обрешетка уже будет держать пароизоляционную пленку, и держать этот утеплитель. Поэтому нитка – это не навсегда. Многие думают, что она сгнет, на самом деле она не сгнет, но скобы могут вылететь. Нитка – это временное такое мероприятие. Что дает нам именно вот эта конструкция? Соответственно, эта конструкция нам дает 4 пункта основных, которые я закладываю в устройство мансардной крыши. Первое – 25 сантиметров – это точно будет тепло. Второй момент – 25 сантиметров – это летом будет прохладно, то есть не будет давить. У нас здесь кровля металлочерепицы, она нагревается до 70 градусов, соответственно, вот этот слой он сможет защищать от такого большого давления. Третий момент – это качественная звукоизоляция. Опять же, металлочерепица при каких-то осадках, дожде или граде, она очень сильно стучит, соответственно, 25 сантиметров качественно защищает нашу мансардную крышу от этих звуков. И четвертый момент – такая конструкция в 25 сантиметров, она позволит сделать крышу без сосулек, потому что идеально, супер прям идеально, и понятное дело, что утеплитель перелегать к стропилу не будет. Возможно образование каких-то микро-микро зазоров, и чтобы эти зазоры перекрыть, мы пускаем вот так вот перпендикулярно брусок и перекрываем еще 5 сантиметрами вот эти все микро-микро зазоры. Что касается использования вот этого слоя утеплителя, многие писали в комментариях, даже звонили мне клиенты и спрашивали, а не будет ли точки росы. Мы можем этот слой выносить и делать его и сверху стропил, можем его сделать и здесь. Никаких точек росы не будет, никаких проблем не будет. Это уже давно просчитано на калькуляторы различными производителям, тем же самым институтом пассивного дома. У них есть специальная программа HIT, где они могут моделировать различные слои, различные конструкции, смотреть в каких местах будет точка росы или ее не будет. Поэтому выносить мы можем и сверху, и снизу. Тут в данном случае мы делаем утепление изнутри, поэтому мы выносим его сюда. Есть еще один фактор по поводу этого слоя, это высота. Соответственно, 5 сантиметров добавляется, для кого-то это дискомфортно. 5 сантиметров, соответственно, мы добавляем вот этой высоты, поэтому в каких-то моментах даже 5 сантиметров это критично. В данном случае мы с клиентом согласовали, и в общей сложности у нас здесь крыша 25 сантиметров. 30 сантиметров, я уже думаю, что не очень целесообразно использовать эту толщину, потому что, грубо, если мы берем удорожание, работа плюс материалы, это где-то в районе 30 тысяч рублей, ну, образно я говорю, то непонятно, через сколько эти 30 тысяч рублей они будут окупаться. То есть, если, грубо, мы добавили еще один слой утеплителей и экономим 300 рублей в месяц, то, грубо, у нас 5 месяцев, когда мы топим, вот, если 5 умножаем на 300, это получается полторы тысячи, 10 лет это, грубо говоря, 15 тысяч рублей. Еще 10 лет, это еще 15 лет, 15 тысяч рублей. То есть, в общей сложности получается 30 тысяч рублей. Поэтому, с моей точки зрения, если вы не строите какой-то супер энергоэффективный дом, супер пассивный дом, да, то 25 сантиметров это достаточная толщина для того, чтобы те пункты, про которые я говорил, тепло, холодно, звукоизоляция качественная и нет сосудов, это 100% нам даст. Итак, если пройтись по узлам, то на что нам нужно обращать внимание? Первое, это наша гидрорезоляционная пленка. Гидрорезоляция у нас должна быть очень паропроницаемой. То есть, в данном случае мы должны использовать диффузионную мембрану. Только к этой пленке мы можем вплотную прилегать утеплитель. Эта пленка должна быть обязательно проклеена. Вот видите, у нас идет здесь специальная лента, которую мы проклеиваем в стык. Обычно он, вернее, эта мембрана, она проклеивается снаружи, но так как у нас снаружи она не была проклеена, вот поэтому мы доделываем работу закройщиками, закройщиками и проклеиваем весами. Дальше у нас здесь есть такая вещь, которая называется мой лад. Вот. Здесь он стоит посередине вот этого армопояса, который выложен из кирпича. Соответственно, у нас есть возможность здесь проложить утеплитель, и здесь проложить утеплитель. Здесь вот мы проложили, соответственно, здесь мы проложили, вот. И таким образом у нас будет максимальная такая энергоэффективная конструкция именно вот в этом узле. Дальше мы, вернее, не мы, а ребята, которые делали крышу, проложили здесь экструдированный пенопластирол. Единственное, между ним и мембраной были зазоры, поэтому мы проклеили их специальной, ну, поэтому мы проклеили их монтажной пеной. Вот. Не всегда это нужно делать. Иногда, когда софит сплошной, вот, и через него воздух не попадает в свет кровля, то мы этого не делаем. А когда софиты у нас перфорированы, как на этом доме, вот, то есть мы это обязательно, обязательно делаем. Какие еще сложности есть с этим утеплителем? Вот видите, у нас идет ригеля, мы полностью договорились с клиентом, будем утеплять кровлю этим утеплителем. И когда мы делаем подрезку по этим ригелям, у нас вот внизу этого ригеля, например, есть какие-то моменты такие, какие-то, какие-то зазоры, да. Соответственно, у каждого утеплителя это индивидуально. Один из таких моментов, вот сейчас, вставляю. Сейчас мы вставим, покажем вам, как примерно вставляю, да, они затыкаются куском утеплителя. Это не самый идеальный вариант, но просто это место сложное, и в целом, да, тоже должно все работать правильно. То есть, вот один из таких, как бы, сложных моментов. Все должно быть закупорено обязательно, чтобы не было никаких щелей, и все было максимально качественно сделано. Это была третья серия, посвященная устройству мансардной крыши. Сегодня мы разобрали такой утеплитель, как минеральная вата. Я показал вам примерно, как этим утеплителем работать в реальных условиях, на том объекте, на котором мы данный вид утеплителя используем. Также я немного рассказал о свойствах этого утеплителя. Если вам понравилось данное видео, обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. Спасибо вам большое за внимание. Пишите комментарии. Если у вас есть какие-то вопросы, также пишите, и обязательно на эти вопросы буду отвечать. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok